друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов очень рассчитываю на то что эти выходные вы провели лучшим образом и сегодня с хорошим настроением основа приступаете к трейдингу настроение точно должны быть хорошими друзья потому что рынок продолжает раздавать деньги и раздает их тем кто ставил на снижение курса американской валюты рост рисковых инструментов причем всей категории сырьевых рынка форекс и фондовых активов это как раз те самые трейдеры друзья которым мы можем по праву отнести себя потому что ставка на снижение курса доллара была сделана очень и очень давно по ключевым фундаментальным событиям текущей недели я думаю что из-за последних новостей касательно новых мер фискальных стимулов мы продолжим наблюдать за позиция конгресса затем как белый дом ведет переговоры с конгрессом потому что прекрасно понимаем что американская экономика нуждается в этих стимулах и доллар принципе тоже закладывается под то что эти меры экономической поддержки будут даны решение по ним примут потому что в принципе снижение американской валюты это и есть доказательство того что рынок готовится к еще одной порции ликвидности по поводу дебатов даты меняются друзья поэтому мы 15 октября их уже не ждем но в то же время еще остается одна такая сакральная дата на этот день то есть и фундаментальные события это ясность по поводу брекзита не уверен то что опять же мы получим все ответы касательно того как дальше будут развиваться отношения между англией европейским союзом а после 15 октября но до 15 октября думаю то что будет очень много новостей которые касаются брекзита и возможно джонсон сделает очередное жесткое заявление о том что англия в принципе готова выйти из состава есть на любых условиях даже без сделки но это еще одна прелюдия друзья к а то идея о которой я говорил вам много раз уже то есть если вы хотите сейчас торговать британской валютой это будет очень рискованное предприятие мой вам совет все-таки фунт сейчас лучше не лезть либо если вы будете им спекулировать имейте ввиду что при ухудшении риторики британская валюта очень быстро окажется в числе аутсайдеров мы долгое время уже ждали давайте подождем еще несколько дней и уже концу этой недели вернемся к британской валюте посмотрим как с ней работать можно дальше помимо фунта у нас хватает других финансовых инструментов та же самая европейская валюта которая продолжает радовать покупателей мы зарабатываем по этому дуэту финансовых активов евро против доллара и роста непременно будет продолжен и дальше по ключевым финансовым активом давайте начнем с рынка нефти 42 42 доллара за баррель я держу по а бренду длинную позицию тем кто торгует wti то же самое в принципе движение у них схожие фундамента одинаковый но сейчас стоит отметить то что фундаментальная поддержка для покупателей становится менее очевидный тот же самый ураган дельта который стал причиной приостановки работы на 90 процентах нефтедобывающих производственных мощностей в мексиканском заливе уверен то что нефтяники будут возвращаться на нефтяные платформы ближайшее время это приведет к возобновлению и выходу на прежний уровне производства забастовка норвежских нефтяников тоже в эти выходные договорились а по зарплате поэтому можно ожидать что неделя-две и объем нефтедобычи вернется к прежним показателям есть еще один фактор этот доллар который способствовал росту котировок нефти по доллару друзья у нас ставка на дальнейшее снижение американская валюта остается очень уязвимым финансовым активом и чем дешевле доллар соответственно тем дороже нефти не забывайте что эта логика будет выдерживаться и дальше я думаю то что у нас будет возможности повод а изменить свое отношение к рынку нефти когда изменится именно расстановка сил но сейчас я как бы транслирую для вас идею потенциального роста и бренд и дам питья опираясь как раз на происходящее с американской валюты и последние заявления представителей стран опек можно сказать всего содружества энергетического пакта о том что они не будут ближайшее время менять объем нефтедобычи что касается доллара 93 07 мы следим за тем как белый дом и конгресс ведут переговоры по новым фискальным стимулам вот пяточные комментарии они в принципе транслируются и нэнси пелоси лидера палаты представителей и мучином который возглавляет министерство финансов и самим трампом обсуждают сейчас новый пакет стимулов на 1 8 триллиона долларов всем уже ясно то что новые меры экономической поддержки необходим эксперты уже неоднократно подчеркивали что сейчас очень важно согласовать деньги которые пойдут малому бизнесу безработным авиакомпаниям это как раз те самые инициативы на трамп пусть объем средств будет меньше но деньги нужны потому что безработные которые уже два месяца не получают повышенных пособия по безработице к сожалению не вносит никакого вклада в экономическую активность отсюда и ухудшение макроэкономической такой конъюнтурной статистической картины последние отчеты вот заявки на пособие по безработице активность в секторах таких как промышленности сферу слуха указывают на то что есть восстановление американской экономики уже не такое динамичное без повышенных пособий не будет роста потребительской активности поэтому я продолжаю настаивать друзья на том чтобы вы не теряли бдительности ждали этих стимулов вместе со мной понимали что их согласование откроет дополнительные возможности для еще большего больших распродаж американской их валюты паул который дал несколько конференций на прошлой неделе также подтвердил что если конгресс сейчас не примет новые мер экономической поддержки последствия будут крайне печальными на фоне роста количества заболевших в сша к сожалению пиковые значения снова и пока что нет возможности каких-либо предпосылок говорить о том что вторая волна к вида отступает на фоне ожидания новых мер экономической поддержки вниз идут доходности американских облигаций это опять же дополнительно придает поддержку тем трейдерам которые ставят на снижение курса американского доллара и способствует росту золота золото 1929 друзья это только начало мы увидим котировки 1950 я думаю что это будет значение нашей с вами ближайшей целью евро против доллара 1 18 19 снижается курс американской валюты растет евро смотрите за индикатором рыночных настроений кайман 71 процент трейдеров сейчас продажах только по этой причине нужно действовать находясь в меньшинстве то есть ставить сейчас на то что на роста продолжится по фунту в принципе сказали хотя помимо брекзита также в любой момент продавцы в этот инструмент могут вернуться на фоне слабых данных последние пятничные отчеты по ввп промышленному производству очень сильно разочаровали и ситуация с к видом в принципе точно такая же плохая как и в штатах доллар канадец 13131 наша цель друзья 130 мы точно дожмем канадца до этого значения потому что опять же с долларом все остается как и раньше снижение рынок нефти бренд в частности уверен доберется до 45 долларов за баррель нас есть еще фундаментальная база для этого роста и статистика по рынку труда канадскому уровень безработицы снизился с 9 7 до 9 процента хороший отчет это также еще одна причина роста канадского доллара американский фондовый рынок двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три пункта это по доу джонсу совсем чуть-чуть друзья остается до исторического максимума и не говорите мне что я не предупреждал что на этом индексе можно очень хорошо заработать вот когда мы сделаем оцелит 29 тысяч пятьсот сорок пунктов и будем тестировать 30000 пунктов я вам напомню друзья почему фондовый рынок был настолько предсказуемым в плане роста но очень хочется верить то что эти напоминания будут лишними потому что вы заработаете вместе со мной и bitcoin наконец-таки мы дождались роста и по рынку криптовалют 11 тысяч 11 1390 долларов сейчас за одну единицу крипто родначальника скажем криптоиндустрии сейчас дают цели 12500 многие эксперты считают что 12 12 500 мы увидим до исхода президентских выборов то есть в рамках друзья ближайших двух недель думаю что есть для этого посылки хотя бы если отталкиваться на тот рост который идет сейчас на этом все всем большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока